Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого. Хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. Вот так Владимир Зеленский прокомментировал новые обвинения Путина в том, что за организацией теракта в Крокусе стоит Украина. Об этом не только. Сегодня поговорим с человеком, который и сам боролся с террористами и точно знает, как работают спецслужбы. Офицер армии обороны Израиля, бывший сотрудник израильских спецслужб, военный историк Григорий Тамар. Господин Тамар, здравствуйте. Вы знаете, хорошо сказал ваш президент. Даже добавить нечего. Прямо вот хорошо сказано. Мне понравилось. В целом, пока что Россия не предоставила никаких доказательств причастности Украины, но это действительно удивительно. Не находитесь ли? Вы знаете, удивительно, что они не продемонстрировали Коран на украинском языке, который нашли на месте происшествия. Кстати, между прочим, мне вот написал один из российских силовиков в личку полковника одной из спецслужб. Вот ты оправдываешь Украину, а смотри, какие они теракты совершают. Я говорю, послушайте, ну вы же профессионал. Но если вы такие обвинения высказываете, ну это же должно иметь доказательную базу какую-то. А то, что они двигались в сторону украинской границы, это не является доказательной? Я говорю, послушайте, нет украинской и российской границы. Ее не существует более двух лет. Есть линия фронта. Ну, то есть бесполезно, бессмысленно дискутировать там. Ну, люди просто утратили способность к рациональному критическому мышлению. Это большая на самом деле трагедия. Я вам хочу сказать по поводу трагедии, если уж мы заговорили, я немножко тут отвлекусь. Я хочу некую такую вот сноску, да, просто чтобы какие-то акценты обозначить. Вот произошел в Москве теракт. Я понимаю, что в России к этому относятся люди, в большинстве из которых они лишены критического взгляда на события. В Украине по-разному к этому отнеслись люди. Я хочу свою точку зрения высказать. Я ее никому не навязываю, но я имею право ее озвучить. Вот для меня лично теракт, где бы он ни произошел, в какой стране, в Израиле, в России, в Украине, в Иране, это всегда неприемлемое, недопустимое событие, которое я всегда буду осуждать. Теракт против мирных граждан. Я всегда буду осуждать, в какой бы стране он ни произошел. И когда произошли теракты против мирных граждан в Иране, если вы помните, я их также осудил и сказал, что израильские спецслужбы, которым в Иране приписывали, что они имеют отношение к событиям, что я сказал, что израильские спецслужбы никакого отношения к этому не имеют, хотя бы даже по профессиональному почву. И в данном случае я имею большой соблазн приписать произошедшее в Москве руке ФСБ. Но, чтобы не уподобиться этому российскому полковнику, я воздержусь от этого, потому что у меня нету данных, нету доказательств, которые могли бы мне позволить сделать столь беспощадное заявление. Поэтому давайте в нашем анализе событий будем опираться на факты, которые нам известны, и попробуем сделать вывод. Если вы не возражаете, вот в таком контексте давайте продолжим. Конечно, господин Тамар, будем обсуждать теории и говорить о фактах, их анализировать. Друзья, уже попрошу вас поставить лайк нашей беседе, потому что сегодня точно будет интересно, как и всегда, с господином Тамаром. Прошлую нашу беседу посмотрел миллион человек, друзья, и спасибо вам за это. Благодарность вашу господину Тамару можете высказать своей подпиской на его YouTube-канал, ссылку найдете в описании, но также не забывайте о Дмитрии Гордоне, Олеся Бацману в гостях у Гордона. Перед тем, как мы перейдем к этим версиям и анализу, давайте поговорим о том, какие тезисы пытается все-таки продвигать Кремль, потому что сразу же, через сутки точнее, после того, как Путин сутки молчал, в итоге выступил с видеообращением, он сразу рассказал о каком-то окне, которое якобы готовила Украина для того, чтобы террористы могли уйти. После этого уже буквально на медне он встретился с ФСБ, с спецслужбами и еще раз официально обвинил и Украину, и Соединенные Штаты в организации этого теракта. То есть мне вот интересно, да, вот как вы считаете, он действительно вот в это верит, да, верит в то, что вот все желают уничтожить Россию, в какой-то там Гитлер-Юген, да, который создается в Украине, во все вот эти теории заговора, или это такая многоходовка? Нет, он действительно в это верит. Это ужасно, но это так. Ну и многокодовка тоже. То есть, понимаете, человек живет в парадигме спецопераций, многоходовок, и все хотят нас уничтожить, да. Соединенные Штаты за две недели, примерно, до теракта предоставили информацию, что готовится теракт на концерте. На концерте будет теракт, сказали американские коллеги, российские. Слушайте, Москва – огромный мегаполис. Но все-таки я думаю, что там не происходит 10 миллионов концертов. Можно было как-то, ну, охрану выставить, можно было. Что сказал Путин – это фейк, это вот провокация американских спецслужб. Ну, американцы сказали ровно столько, сколько они могли сказать. Они же источник не хотят палить. Но в этой связи я еще раз, просто как человек военный, хочу еще раз вот процентировать момент с окном для террористов с уходом на украинскую территорию. То есть граница с Казахстаном – это нас не устраивает, не охраняемая практически. Нам нужно вот через Украину пробираться, прорываться. Именно через линию фронта переходить. Ну, смотрите. Хорошо, ладно, представим, что украинские спецслужбы, они вот как бы это курируют. А что с российскими спецслужбами, которые с другой стороны границы? Вот, господин Тамар, вы как раз подвели к следующему вопросу. Знаете, я сразу вспомнил 12 мгновений весны, там, где пастора Шлага пытались из Германии, значит, в Швейцарию отправить. Но там же сначала искали какой-то проход со стороны Германии. То есть, получается, есть люди в Российской Федерации, которые готовили такое же окно с российской стороны? Нет, так это не люди. Я сейчас объясню просто. Это сначала ФСБ. Это военная контрразведка. Это пограничники. Это просто армия, наконец-то. То есть, это, значит, мы говорим сейчас о том, что сотни российских офицеров разных силовых ведомств в теме и в доле. Ну, это так получается? То есть, Путин говорит открыто, у нас такой уровень коррупции в стране, что можно провести машину с украфашистами, таджикского разлива. Это, значит, вот через... Ну, это же бред. Ну, просто. Ну, любой человек. Ну, слушайте. Ну, линия фронта. Ну, пусть Путин пересмотрит фильмы про Великую Отечественную войну. Пусть он ему покажет, как линия фронта выглядит. Он сам-то не бывал. Это ваш президент на линии фронта ездил? А он-то ему не доводил, еще не знает. Ну, это, конечно, ему простительно, что вот так, как вы понимаете. Ну, вообще, я вам хочу сказать, я, еще раз говорю, я не знаю по поводу ФСБ, участвовала, не участвовала. Я вот, давайте на всякие странности обратим внимание вот в этом смысле. Ну, начнем с того, что, на мой взгляд, является, да, симптомом причастности исламского государства к этому терапию. Ну, во-первых, то, что исламское государство заявило, что они берут на себя ответственность. А во-вторых, что почерк очень напоминает действительно почерк терактов исламского государства. Когда не берутся заложники, в отличие от Хамаса, например, в отличие от Хизбаллы, например, да. Это только в России эти организации считаются легитимными представителями свободолюбивого арабского народа. А вот, например, во многих арабских странах организация Хамаса считается террористической. Но Путин уже виднее, как надо. Он же больше в исламе понимает, чем в Саудовской Арабии. Он же у нас великий специалист по всем вопросам. И по Корану на украинском языке прежде всего. Так вот, если мы говорим про другие террористические организации, то они старались всегда взять... Например, когда ООП практиковала террор, организация освобождения Палестины, там брали заложника, вот как в Энтепе была операция. Чем больше заложников, тем... А здесь никаких заложников не брали. Здесь чем больше людей убить, тем лучше. И так же действовало исламское государство и в Европе, и на Ближнем Востоке, убить как можно больше невинных людей. Это им характерно. Теперь я хотел бы обратить внимание на вот некую... Теперь по странности. Вот мы видим съемки, которые осуществлялись с территории комплекса этого концерта, когда теракт происходил. Как двигались эти люди? Как они были экипированы? Моторика движений, биомеханика движений, антропологические особенности телосложения. Это были атлетически сложенные люди, имеющие отличную подготовку, не армейскую подготовку. Это была подготовка либо спецслужб, либо террористов. Они двигались двойками, попарно. Солдаты так не действуют. Солдаты действуют тройками. Любой человек, которого обучали введению боевых действий в застроенной территории, он знает, что действуют тройками. А лучше отделениями. Основное учение, когда проводится, действует отделением. Отделение-то от 7 до 10 человек примерно. Но если нет, тогда тройками. А вот спецназ и террористы, они двойками работают. Террористы, которые действительно обучены. Люди, которые стреляли там на камере, они стреляли не первый раз по живым людям. У них рука набита. У них рука не дрогнула ни разу. Длинными очередями не велась стрельба. Одиночные и короткие очереди, по 2-3 пули. Значит, это люди, которые обучались. Экипировка на высшем уровне, оснащение на высшем уровне, вооружение на высшем уровне. В общем, большое количество боеприпасов, это видно. И при этом, смотрите, боеприпасы есть, а бронежилетов нет. Значит, они не планировали вести бой. Они планировали вести бойню. И тут у нас такая небожиданность. Два отчаянно смелых гражданина скрутили одного из террористов. А когда я вам про двойки говорил, я для чего это, а где был второй? Испарился? И как это получается, что такие профи, а он магазин перезаряжал у всех, да никогда не будет он перезаряжать магазин, он зайдет в какой-то закуток, и чтобы его не видно было, перезарядить. А они выстрелы считают, даже нас учили в армии считать выстрелы, чтобы ты понимал, сколько у тебя. Это общевойсковая подготовка. А здесь я вам говорю, спецназы и террористы. И тогда возникает вопрос, а может быть там было две группы? Одни профи, которые находились внутри и осуществляли бойню, а другие расходный материал, которые, значит, вокруг... И тогда, возможно, была еще третья группа, которую просто отдали на заклание. Ну, даже если посмотреть по расстоянию, вот сколько там якобы они там проехали, и, ну, что они, гонщики, что ли? Или что им там, ГАИ зеленый свет открыла, там удалила все транспортные средства, чтобы пробок бегал? Чтобы они побыстрее к фашистам через украинскую границу туда же рвались? Ну, мы же понимаем. Вот. Так вот, понятие нестыковки, очень много нестыковок. И дальше вот я, опять же, ну, я вот сейчас задам вопрос, я понимаю, что очень много критики будет с определенных сторон там, да? А где были ОМОНовцы, которые там неподалеку у них база? А где полицейские с участка, которые там вообще вплотнули? Как может полицейский услышать выстрелы и не броситься в гущу событий и выполнять свой профессиональный долг? И мне вот тут возражают, ну, у вас тоже вот армия 7 октября, там, пока там спохватилась? Поэтому всякое бывает, я понимаю прекрасно, но все-таки вопросы возникают. Все-таки вопросы возникают. И вы знаете, ну, слишком много вот этих несостыковок, слишком... И то, что это не вот эти несчастные там таджики, которых полуживых привезли там в суд. Слушайте, я вообще вот последний человек, который будет Сталина оправдывать или там как-то его там восхвалять. Я Сталина люто ненавижу, я считаю его кровавым людоедом и мерзавцем. Но я хочу напомнить, во времена Сталина пытки, которые в застенках НКВД производило, они не афишировались, ими не гордились, и на показ не... То есть все знали, что они есть, но их как бы в СМИ, то есть в газетах и в кинокрониках их не было. Более того, господин Тамар, давайте для наших зрителей просто напомним, что речь идет не просто там о жестком задержании, речь идет об отрезании уха и засовывании его в рот, угрозах отрезать там гениталии. Фотографии были, где к гениталиям подсоединялись электропровода, и людей пытали. Это все гуляло даже не по просто каким-то там андерграундным пабликам. Эти фотографии, эти видео, и то, в каком состоянии, привезли этих людей в суд, то есть без сознания, скалоприемниками и так далее, это показывали федеральные каналы, не стесняясь. Я вот тоже пытаюсь понять, это сигнал какой-то, о чем это может свидетельствовать? Я вам хочу сказать, любой следователь, я не имею никакого отношения к полиции, и не имею никакого опыта полицейского, и никогда не занимался теми вопросами, но у меня есть просто друзья полицейские, знакомые их, как бы не один-два человека, и мы обсуждали какие-то там вопросы, в основном, конечно, имеющие отношение к борьбе с террором, но в принципе, ну, послушайте, если хотят получить сведения от террориста, против него не принимая, не применяют пытки, такие грубые, есть другие средства дознания, из него же нужно информацию получить, ну, хорошо, он не признался в убийстве Кеннеди, а то мог, но когда тебе отрезают ухо, ты в чем угодно признаешься, то, что он Гитлера отравил, я не знаю, Сталина отравил, это самое удивительное, что и то, что, понимаете, вот опять же, я это пытаюсь все время объяснить, вот не бывает, что вот тут помню, там не помню, тут больно, там не больно, если общество проходит процесс дегуманизации по отношению там к какому-то объекту внешнему, вот по отношению к государству Украина и к украинскому народу, не бывает такое, что они украинцев воспринимают как чертей с рогами, а ко всем остальным относятся по-людски. Если ты свой народ пропагандой оскотинил и превратил в фашистов, так ты не удивляйся, что они стали фашистами, оно же, и я вам хочу сказать больше, они не понимают, что наступит момент, когда их власть зашатается, и тогда вот этот вот озверевший народ, он набросится на них, они этого не понимают, а просто люди очень мало образованные, они очень мало читали книжек, там, ну вот, не каких-то там псевдонаучных, там, типа протоколов сионских мудрецов или Майнкампа, а реальных книг, вот, исторических, они, ну, научной литературы, не научно-популярная, научная, они очень мало читали серьезно к авторам, поэтому и собственно уровень образования у них очень низкий, и кругозор у них очень узкий, и они не понимают, что вот этот вот доведенный до скотского состояния народ, рано или поздно, вот эта вся ненависть, она выплеснется на них, на правящую верхушку, этим закончится, их просто разорвут, вот, потому что всегда палка на двух концах. Да, согласен с вами абсолютно, господин Тамар, и вот если мы говорим о нескольких группах, да, вот мы с моими собеседниками обсуждали эту теорию, что их действительно могло быть две, но теперь мне кажется, что их может быть даже больше, журналисты проанализировали видеозаписи, которые были сняты внутри этого Крокус-хола, и обратили внимание на группу одинаково одетых людей, причем славянской внешности, люди были все в синих кофтах и синих джинсах, практически в одинаковой одежде, они стояли в разных концах зала, они, в отличие от других, не паниковали, спокойно перемещались по залу, более того, на кадрах видно, как один из них даже толкал женщину, которая пыталась выбежать из зала, наоборот, в гущу событий, именно они призвали людей закрыть двери, из-за чего после этого погибло много людей, которые не смогли выбежать из зала, можем ли предположить, что этот теракт мог быть, как это сказать, ну вот, если они спланированы российскими спецслужбами, то происходил под надзором, применяется ли такая практика, да, и для чего она применяется? Нет, сложно, так сказать, комбинированные теракты безусловно не применяются, их очень много из примеров, ну, что далеко ходить, 7 октября в нашей стране, это был сложнейший скомпонованный теракт, но я вам еще расскажу, вот, почему я считаю, что все-таки российские, там, спецслужбы, типа ФСБ, они не были инициаторами теракта, потому что я не могу понять зачем, не могу понять, то есть выгоды я не могу здесь найти, потому что для того, чтобы, допустим, оправдать мобилизацию, которая будет в России, нас сейчас слушают россияне, друзья, вас ждет новая волна мобилизации, готовьтесь, так сказать, сушите сухари и покупайте перевязочные материалы, так вот, для того, чтобы оправдать эту волну мобилизации, достаточно просто было немножечко под другим углом подать события в Белгородской области, чего тут далеко ходить, чего городить огород, поэтому я считаю, что как раз это продемонстрировало не причастие российских спецслужб с Кореей, а их профессиональную непригодность, что российские спецслужбы, они могут воевать с двумя типами врагов, либо с бабушками, пенсионерками и со студентами, которые бросают пластиковый стаканчик в мягкое плечо, в нежное плечо нацгвардейца, либо с вымышленными врагами, а с реальными врагами, когда придут враги, такие вот РДК, такие ребята брутальные с автоматами, они смогут только убежать, как они уже продемонстрировали, когда Пригожин шел на Москву. Когда Пригожин шел на Москву, Путина защищало 30 летчиков, а все остальные разбежались. Поэтому в ФСБ, слушайте, опять же, люди не знают историю, там собственную историю, в том числе, это же уже все было, уже было, когда опричня разбегалась, когда татары шли на Москву, это же уже все было, и Иван Грозный после этого опричню уничтожил, там разогнал и упразднил после этих событий. Поэтому то, что вот эти рыцари плаща и кинжала, они могут только кошмарить такую беззубую российскую оппозицию, убивать одиночек мужественных и бороться с несуществующими врагами. И бомбить мирные украинские города еще, господин Тамар. Да, но это уже делает не ФСБ, это уже для того, чтобы бомбить мирные города, есть армия, не путайте, пожалуйста, разные компетенции разных силовых структур. А вот когда появляется реальный враг, такой вот матерый исламское государство, например, они показывают свою несостоятельность, неспособность защитить граждан от террора. Субтитры создавал DimaTorzok